Вести Хакасия на канале Россия 24 в студии Елена Крылова. Здравствуйте. Глава Хакасии Виктор Зимин принял участие в работе Госсовета страны под председательством президента России Владимира Путина. Обсуждалась ситуация в сфере ЖКХ. Главной темой Госсовета стало повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. На заседании отмечалось, что износ инфраструктуры ЖКХ в целом по России достигает 60%. Темпы ее модернизации остаются низкими, так же, как и инвестиционная привлекательность отрасли. Важной задачей для власти остается недопущение резкого роста тарифов для населения. В частности, в этом году увеличение платежей ограничено 6%. По мнению губернаторов, реформировать отрасль только за счет государственных средств не удастся, поэтому необходимо разработать прозрачные условия для вовлечения бизнеса в эту сферу. Как отметил глава нашей республики Виктор Зимин, на Госсовете рассматривался вопрос о продлении срока работы Федерального фонда реформирования ЖКХ. Хакасия успешно работала с фондом и за прошедшие годы в республику удалось привлечь сотни миллионов рублей для ремонта домов и переселения жителей из аварийного жилья. Переселение продолжится и в ближайшие три года. Мы только в Тёве построили 100 квартир за два года. Черногор, да все районы, там, где практически мы... Я думаю, что за два-три года мы можем закрыть у себя эту программу. Ну, во всяком случае, по аварийному жилью. Ветхое будет появляться, но я думаю, что потом это уже будет больше ложиться на плечи регионов. Коммунальщики будут следить, сколько человек проживает в квартире, если там нет счетчиков. Такое право работники управляющих компаний получили с 1 июня. Плата на услуги будет начисляться, исходя из числа фактически проживающих, а не прописанных, как это делается сейчас. А информация о гражданах без прописки будет передаваться в полицию. Неутешительную статистику смертности на республиканских дорогах приводят автоинспекторы. Только с начала года погибло больше 20 человек. В лидерах Усть-Табаканский район. Там случаев в два раза больше, чем в прошлом году. В большинстве свою роль играет превышение скорости. Константин Кравцов выяснил, какие методы готовы использовать полицейские, чтобы максимально снизить печальные цифры. Незамысловатая тренога и серая коробка. Это и есть известный многим видеофиксатор. Устройство призвано автоматически регистрировать превышение скорости. Это сейчас. Автоинспектор специально демонстрирует его перед камерой. Зачастую же аппарат тщательно маскируется, что с дороги не увидишь. И в зной, и в стужу, и ночью, и днем полицейские уверяют, око фиксатора заметит нарушителя в любые погодные условия. Принцип его работы чем-то схож с тем, как видит мир летучая мышь. Излучаемый сигнал рикошетит от встречной машины, возвращается назад, так и определяется скорость, допустимая или недопустимая. И нарушителю кары не избежать. Как доказательство он получает в письме не только постановление о штрафе, но и фотографию своего авто в момент нарушения. Поэтому отговорки «я не превышал» зачастую детский лепет. Погрешности у электроники практически нет. Фиксируется непосредственно тот автомобиль, который находился на этой автодороге, где был установлен автотехнический комплекс фиксации «Арена», который фиксирует также непосредственно номер государственного регистрационного знака. Подобная практика начала действовать впервые по республике около двух лет назад. Но из-за сбоев финансирования аппаратов не хватало на все аварийные участки. Сегодня же у инспекторов их больше 20. Сколько точно – тайна. Как и то, где именно появится в очередной раз серая коробочка на треноге. Также можно отметить, что где на постоянной основе используются данные комплексы, там зачастую происходит буквально через несколько недель снижение аварийности, снижение нарушений скоростного режима. Поэтому мы постоянно передислоцируем эти комплексы. В разных абсолютно местах работаем, и в поселках работаем, на загородных в основном трассах. Еще один плюс автоматики – экономия кадрового ресурса. Она может фиксировать до 800 нарушений в сутки. Рядовой экипаж в несколько раз меньше. При этом инспекторы параллельно могут работать по другим, более серьезным нарушителям – отлавливать тех же нетрезвых. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Спасатели республики ведут поиски пропавшего мужчины. Накануне он рыбачил на реке Абакан и выпал из лодки. Все произошло в Усть-Абаканском районе, недалеко от села Райков. Мужчина 77-го года рождения. Спасатели отмечают, что шансов найти его живым практически нет. Жары не будет. Первый летний месяц, по словам синоптиков, не порадует жителей Хакасии высокой температурой. В этом году июнь будет холоднее, чем обычно. Каким природным сюрпризом готовиться, узнавала Ольга Стельмах. В разрез календарю долгожданное лето откладывается как минимум на неделю. Первую декаду месяца уж точно жаркой не назовешь. Столбик термометра не поднимется выше 20 градусов. А вот садоводам и дачникам Хакасии вовсе на этой неделе придется спасать рассаду. Ночью 4, 5 и 6 июня прогнозируют заморозки до минус 2 градусов. Начало лета не обойдется и без осадков. До 8 числа у нас на территории республики местами будут наблюдаться кратковременные дожди с грозами. При грозах усиления ветра до 15 метров в секунду ночная температура будет составлять 2,7 градусов тепла. Восьмого тепла ожидаем повышение дневной температуры до 18-23 градусов. По сравнению с прошлыми годами, этот июнь, уверяют синоптики Хакасии, будет прохладнее. На несколько градусов ниже многолетних значений. Средняя температура – 16 градусов. Более оптимистичные прогнозы дают центральные метеослужбы. Они обещают существенное потепление в нашей республике уже к концу этой недели. Однако стопроцентной гарантии, какой будет погода, все же нет. Ведь какие бы прогнозы ни давали, природа распорядится по-своему. Ольга Сельмах, Алексей Голубев, Вести Хакасия. Сразу три новых аттракциона появятся в парке Орлена Кабакана этим летом. Первый уже установлен. Он называется «Сокровище моря». Все качели отечественного производства. Парк уже много лет сотрудничает с Ейским заводом аттракционов. Репортаж Натальи Гармашовой. Этот и многие другие аттракционы собраны на заводе в Ейске. При этом некоторые карусели, которые сегодня установлены в Абакане, существуют в единичном экземпляре, являясь экспериментальными моделями завода. К примеру, «Сокровище моря». Детское колесо обозрения пришло на смену «Солнышку». Оно проработало 25 лет. Кабинки теперь в форме осьминогов. Да и приподнялось колесо на целый метр. Колокольчик «Сокровище моря» – также новинки этого лета. Это раньше у нас не было. Ну что были раньше? Качели, вот эти вот лошадки. И корустили была. Вот в наше время. Вот даже мои дети когда росли. А вот, ну, по-моему, уже все интереснее и красивее все. Ко дню города в Орленке установят еще один, уже одиннадцатый аттракцион. Что это будет, пока тайна. Известно ли, что аттракцион всего второй в России и завоевал гран-при на выставке в Москве. Он очень интересен. Он очень визуально, потрясающе смотрится, красиво. И наши, и ребятишки будут. Ну, просто, наверное, в диком восторге видеть этот аттракцион. В парке строят планы и на будущее. Речь идет о приобретении 12-го аттракциона. Место для него уже присмотрели. Руководство говорит, природный ландшафт ни в коем случае разрушен не будет. Кстати, этой весной аллеи парка приобрели новый облик. Дорожки заасфальтированы, позже здесь установят скамейки. И еще, все качели Орленок приобретают только на собственное сбережение. Копить миллионы непросто, учитывая, что цены на билеты практически не увеличиваются. Но все же не радовать юных горожан новыми каруселями в Орленке не могут. Наталья Гармашова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия. На этом у меня все. Берегите себя.